Можно ли доехать на одной машине без поддержки до самого края Арктики? Туда, где нет людей, ни поселений, ни дорог, ни зимников, где живут только белые медведи и каждую ночь светит северная сиянка. Если вы отмороженный профессионал и путешественник из команды про путешествия, то попробовать можно, а в нашем случае даже нужно. А что из этого у нас получится, вы увидите прямо сейчас. Погнали! Напомню, мы находимся в национальном поселке Сескалах, откуда выезжаем дальше на севере Якутии до самого северного ледовитого океана и после возьмем путь на Таймы, где хотим впервые одной машиной проехать по сухопутному маршруту на самый край земли, на мыс Челюски. У нас 150 километров до Юронхаи. Выехали мы сегодня поздно, в начало 12-го. Связано это с тем, что мы готовились к выезду. Надо было проверить все системы, доутеплять машину, проверить и бершпехер подготовить, подготовить продукты, то, что мы сделали. В общем, переложить вещи уже непосредственно под первый спецучасток, где мы едем уже вне дорог, без каких-либо колей или чего-то и вообще. Все сделали, выдвигаемся, пусть чуть-чуть позднее, чем мы планировали на пару часов, но зато максимально подготовлены. Нет, со мной. Так, смена шапки теперь, стиль называется, как из фильма «Красная жара». Какие ваши доказательства? Вот и теперь мы, как говорится, въезжаем на исконные русские земли, к границу наших рубежей российских, поэтому шапка соответствующая. Мерлан там тоже уже приготовил. В общем, двигаем дальше. В прошлом году сюда мы приезжали на стоковых трехсотках. И в прошлом году, конечно, снега было поменьше, поменьше примерно в два раза, и ехать даже на трехсотках нам было сложновато, но тем не менее мы ехали. Сейчас снега вы можете посмотреть очень много, Бруствер достигает практически высоты в автомобиле, то есть он нам по капот это точно. Плюс в этом году мы съезжаем зимников и едем вне дорог, поэтому сейчас маршрут на ближайшие дни 10-15 намечается, очень веселый. Но, еще раз говорю, машина готова, команда на месте, настрой боевой, только вперед. И если мы сделаем шаг назад, то только для того, чтобы дозаправиться и опять вперед. Зимники в районе Юронь-Шаи настолько идеальны, что здесь можно устраивать соревнования по установлению максимальной скорости на льду. Мы тоже пользуемся этим, и наша скорость на этом участке заметно возросла. В общем, кайфуем от якутских дорог, ведь скоро они закончатся, а впереди будет только снег, один красный прад, и направление строго на север. По пути мы встретили рыбаков, и заехали купить у них рыбы в дороге. Ехали по дороге и увидели на реке рыбака. Свернули, подъехали. Вот только что рыба у нас сейчас. Свежая? Свежая, подлёдная. Знаете, чем отличается муксун от чиро? Вкусом. У муксуна острая морда, а у чиро вот такая примерно, тупая морда. Получается, это же самая вкусная рыба, да? Подлёдка. Может вытащить, помочь. А рыба не надо тебе? Да нет. Не надо. Да не надо, я говорю. Я во всех женатах кушала, потом приеду. Кладу не надо. А, этот домик ваш, что ли? А вы юрисоидите в это скула? Нет, я не знаю. Юрисоидите? А здесь ваши эти, да? А сколько так-то рыба стоит? Эта? Ну, не знаю, я не знаю. А почему вы сдаёте? Я сам себе. А, для себя, что ли? Может, одну бы купили бы построгать? Ну, можно. Не надо купить, я так даю. А какая из них девушка, вы знаете? Я куда-то знаю. Да вот, вот эту бери, да. Горьба тебе побольше, бери. Да, 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 да. Вот если была бы девушка, и граба была бы. Хорошо. А как ты узнаешь, как девочки? Наверное, этот, горьбы, эти самцы чуть более горбатые, наверное, девочка более... Нет, я смотрю всегда, и это вот процентов 70, всегда правду хватит. На пузо смотришь, если чуть потолще там икра есть. Северные люди всё же более человечные и гораздо более добрее жители центральных районов страны. Не в обиду будет им. Здесь всё как-то по совести, и приятно видеть людей, не испорченных деньгами. За рыбу мы, конечно, заплатили. Но рыбак отказывался брать деньги, говоря, что от него не убудет, а мы поедим вкусные северные рыбы, которые он нас хочет с большим удовольствием угостить. Будет у нас холодильник. Холодильник, да. Ещё примерно через час мы добрались до следующего населённого пункта. Сюда ведёт хороший зимник, и приехать сюда можно без проблем на любом автомобиле. Езжаем в Ерон-Хаю. Один из самых северных посёлков Якутии. Вот так выглядит заправка слева на Ерон-Хаюе. Переметена и не работает. Здесь большая у них нефтебаза. Как раз под Алмаза-Анабара. Под всё это сделано. Плюс краевая. Гигантская, смотрите, заметённая подушка. Водяная. Мощная, мощная. Летние посезоры перевозки. Да, по-другому здесь никак. Наша задача тоже сейчас быстренько попьём чайку, заправим топливо и выдвигаемся дальше уже на маршрут. Собственно, встаём на трек и погнали просто по рекам. Задача выехать из Якутска и приехать в Красноярский край на Таймыр. Стой-ка, остановись. На, кончаешься, возьми. С вами поделись, что ты всё забрал. Давай на всех четыре делись. Мы смотрим, чтобы поделился. Чё, как зовут-то? Пошёл, Паталин, Минь, Перёжа. А кто из вас туприн? Туприн. Хе-хе-хе. Молодец. И ты тоже туприн? Ага, молодцы. Ну всё, пока. Пока. Пока, ребят. Те жители туприном. Ну половина точно. Верон Хая один из самых северных населённых пунктов Арктики и Якутии. Находится на реке Аннабар. Здесь живут оленеводы и венки, и вены, долгани, и якуты. Население небольшое, но посёлочек очень уютный. Есть всё необходимое для того, чтобы жить комфортно на самом краю нашей большой страны. Приехали в Ярун Хаю. Сейчас зайдём, поздороваемся, узнаем по заправке топлива и двигаем дальше. Погода хорошая, ветра нет, поэтому нужно быстро успевать нам в это хорошее погодное дно. А так, посмотрите, какая здесь красота. Село действительно очень компактно и красиво. Есть школа, садик, дом культуры, больница, училище, пожарная часть, магазины, большая нефтебаза и порт. В общем, по местным меркам, это прям цивилизация. Музыка. 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 А скажите по снегу, чё как вот в прошлом году меньше сильно было снега? А в этом как? По-моему, всю зиму. Всю зиму? Всё запечатало, да? И снег, когда пурга, после пурги там, снег 3-9. Ну вот когда последняя пурга была? В той неделе. Ну это же для снегохода плохо, этот наст, а для нас же хорошо, наоборот, твёрдый снег. Ну не знаю. В общем, говорят, что в этом году слишком пуржит, много снега, он может сядь по детской площадке, смотрите, вся детская площадка, всё заметено, это то, что там чистят, но тем не менее. Вот снега много, говорят. В тундре вообще много. Ну ладно. Ничего страшного. О, смотри, какие вунки стоят. Всё, нифига. Ручная отделка, всё. Этот меховой ободок, это песец. И вся ручная вышивка, наверное, сами делают. Обычно такие ручные вунки, которые делаются, они очень дорогие. И чем меньше бисер, тем мельче бисер, тем дороже. Он-то ручной труд. Я в этой поездке у всех. Вот смотри, у тебя какая обувь? Скандинавские какие-то струкции. Скандинавские. У меня канадские артериксы, утохи немецкие. Вот так вот, собственно, у нас и получилось. Но в вунках было бы теплее, за исключением одного минуса. Машина, улица, машина, улица. Да, они мокнут. И перестает работать. этот войлок намокает перестает работать поэтому экипировка на самом деле очень важно и для каждой поездки для каждого выхода для каждого трека для каждого путешествия нужна своя обувь это очень хорошая обувь но в нашем случае она чуть-чуть нам не подходит поэтому мы все-таки используем более технологичные современные ботиночки завидуют мои шапки напишите в комментариях как вам новая шапка в этой шапке ходить или все-таки шапки спорт какой нам оторгуете ну а снег сам как жесткий или рассыпчатый но сейчас кстати он таком состоянии что можно хорошо ездить нас немного надо это потом уже ближе к весне уже будут сыпаться до рыхлый будет нас более-менее что как в целом получается зимника туда на хатангу нету нет нету нету конечно ничего нету но есть ездят и ребята скаланчит скаланчи на факсу тоже ничего нету нет нет получается что туда никто не ездит смысл туда есть только какие-то эти отмороженные по интернету смелые ребята и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главное вовремя вытаскивать Субтитры создавал DimaTorzok Чуть-чуть, буквально там пол ведерочка Вот такая здесь заправка на севере Сначала нужно, если нет моторчика, соснуть Потом долить, а потом через ведерочко и воронку Кстати, бывший глава Юрунхая, оказывается, земляк, казах, северного Казахстана, Ханат Аскенович Спасибо за прием Представляете, на краю земли встретить земляка А мы там рядышком к среднему Ну и сейчас по-братски там еще будет небольшой подгончик Решил у нас угостить рыбой Дядя Джень, давай, лети быстрее, строганиночку, индивидочку замутим Не, ну мы, дядя Джень, рыбу одну доведем по-любому Дядя Джень, тебе доведем, все по-честному Глава Егор, я уже просто буду запомнить Да вы как здесь будете, никуда уезжать не пойдете? Нет, я на Васильевске Будете уезжать? Уезжал, я квартиру там купил, гипотеку Думаю, вот, Новый год там засел Приехал двенадцать Скучать не будете здесь? Холодно Холодно, но зато, что, уже как родина стал Да Уже как родина, север он такой Север, приезжаю, да Приезжаем на рыбалку Рыба свежая Летом А на гуся когда у Вас сезон? Весной Где-то в конце мая Спасибо Вам Поздали Счастливой дороги Спасибо, спасибо Вот тебе и северное гостеприимство Перемешку с азиатским Да, Миш? Служил, говорит, здесь Женился Я остался Ну, слушайте, ветерочек-то поднялся Прохладненько, да? Выбывает сразу тепло Без перчаток влёт руки Всё, ребятушки, мы выдвигаемся Выезжая из посёлка У нас заканчивается дорога Заканчивается зимник И начинается настоящее арктическое приключение До самой северной точки А потом самое главное Выехать с неё обратно Давай-ка этот самый Доставай оладушки Здесь уже начинается зона Действия Баяная Настоящего Поэтому давай-ка Вот здесь сейчас тормознём Подкормим Так, наша задача Пусть просто Мы перед тем, как идем Вот сюда вот В арктическую неизвестность На самой крайней мере Оставим здесь Немножко еды Баяная И попросим хорошей дороги Как всегда Оп Недалеко у посёлка Встретили ещё одного рыбака Спросили у него По какому руслу нам лучше ехать И двигаем на Таймур Ладно, всё, спасибо А как рыбка-то есть? Нет Мало Мало Ясно, ладно Удачи вам Всё хорошо? Ага Всего доброго Да Всё Одна рыба есть Ага Недалеко у посёлка ещё встречаются следы рыбаков и охотников Периодически выезжаем на чьи-то следы и едем по ним Так, кстати, гораздо комфортнее, чем топтаться по целине Сейчас подойдёт это Терсиво Ты центральный включаешь на меня? Не-не, я хочу его выключить Терсиво Антибукс Антивис Сейчас мы его Подожать, чтобы он об этом ушёл Вот Всё Полностью Ну, теперь нету этих АБСК не будет глушить Да Потому что он чуть-чуть его подзаносит А сразу притормаживает И мы Теряем скорость и Зарываем Немножко наоборот Снимаем Так Всё нормально Можно ехать сразу Комфортненько Мы едем пока Не включая никакие Ни блокировки Ни понижайки Ничего Едем вообще Просто По-стандартному Даже пока не травили давление Сделано это для того, чтобы Машина едет Зачем ей сейчас мешать? Будет у нас она упираться Будет ей тяжеловато Будем планомерно Сначала Понижаем давление в колёсах Для того, чтобы улучшить Её Несущую Способность По Снегу А потом После этого Будем дополнительно Включать блокировки Блокировки Включаем только в последний момент Когда уже просто Стоковая машина Я имею в виду машина В обычном Так скажем Стандартном Исполнении Не едет Вот Пока едем Всё планово Как говорится На расслабончике Мерланчик там уже нарезает Вкуснейшие бутербродики Как обычно Белые носочки Вкусная еда Одной рукой управляется Автомобиль Шикарная команда Ну чё Красота Ребёточки Мы в Арктике Мы дома Я в этот момент Должен нарезать Да В этот момент Должен был уже резать Выехали на целину У нас вот есть Такая вот специальная штука Кстати Всем рекомендую В данном случае Это рифовская Электрическая Выкручивается Ниппель там Подспускается Назад закручиваешь И всё это Не снимая руками И не трогая руками Ниппеля Сейчас мы спустим Колёса Они у нас где-то там 1.4 наверное Может даже 1.5 Вот такая была Большая Подкачка Для этой шины Шины у нас всё-таки Близкие К низкому давлению Такие Пограничные Вот Сейчас мы Подспустим их Где-нибудь До единички Вот Сразу машине Станет помягче ехать Сильно травить их Пока не будем Может у нас хорошие Но машинки Будет гораздо мягче ехать И в принципе Это хорошо И на подвесочку И вообще в целом На всё Что там он Какой-то показывает Сейчас проверим Потому что ребята Когда мы Делали колёса Рикогами Мы могли просто Качнуть давление Такое Гражданское Там 2.4 2.2 Сейчас проверим Вторым манометром Это у нас электроманометром Мы проверим Обычным Механическим И после этого Уже станет понятно Влётом Или действительно Нам просто Много Как говорится Здесь дали Обычку Так Ну да У нас тут Двоечка Показывает вам Правильно Колёса оказались Не то что накачаны Колёса Перекачаны У нас тут 2 было с чем-то При этом машина Так хорошо шла Сейчас Стравимся Да Сделаем что-нибудь 1.2 наверное Чтобы тоже Слишком не мучить её Чем дальше мы будем Выезжать на бездорожье Тем давление в колёсах Будет становиться Меньше и меньше Ну мы его будем Делать меньше Самый низкий показатель При которых Мы можем двигаться Это 0.2 и 0.1 атмосфера Тогда давление на снег Минимальное И машина меньше Будет проваливаться И лучше ехать к нему Закис у нас Почему-то не откручивается Вот эта штука у вас Не знаю что с ним Как-то Отравливается Видишь да? Видишь да? Давай 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 Ну что будем подкачивать Будем выходить Проверять Манометр на тебе Первая встреча В Арктике без дорог Это конечно Вездеходы В данном случае Трёхосный трекол Местных ребят Которые скорее всего Ездили на ближайшие озера На рыбалку Конечно остановимся Поздороваться И узнать как там Впереди дорога Здравствуйте Здорово, мужики А вы откуда идете? А вы откуда идете? А где-то здесь недалеко были? Добрый день Здравствуйте Что на мыске русские поехали? Да На одной машине Ну да Хорошая машина Да Что в этом году Как со снегом Но больше Дорога порченная Нормально Да Нормально Черт чем не ехать Ну мы и рядом можем ехать Ну конечно у нас не конечно таких больших колесов Мы тоже едем хорошо Парочку Три наклейки дадим Давай спасибо Если на вездеход наклеить То он еще лучше по снегу едет Да 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 Все ладно, мы любим Счастливо Спасибо Да, да Вам спасибо Да, Махтам Давайте пока Наши подписчики как оказалось Смотрели нашу прошлую поездку на мыс Пакса Это практически здесь Куда мы на стоковых трехсотках приезжали Только чуть дальше туда Мы сейчас едем дальше на север Спросили будет ли серия Будет серия Мужики И вот вы сейчас себя могли в этой серии увидеть Кто еще не подписан на наш канал Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Поддерживайте нас А мы для вас продолжаем снимать лучший арктический контент Ребятушки Сейчас едем И ловлю себя на мысли Что как будто по Марсу где-то дуем Мир решил выйти Побежал Марсианин Вы просто зацените какая тут тема Мы только что пересекли границу Якутии и Таймыра Въехали в Красноярский край Но я могу вам сказать что грузовики тоже откапываются Вот как в данном случае ребята копаются 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 Копаются